Всем привет! С вами Алена. Сегодня мы разберем условное форматирование. Условное форматирование в Excel – отличный способ улучшить читаемость отчетов. Вы можете сосредоточить внимание читателя на важных моментах. С его помощью легко выделять необходимые ячейки или диапазоны, подчеркнуть необычные значения и визуализировать данные с помощью гистограмм, цветовых шкал или наборов значков. При применении условного форматирования внешний вид ячеек изменяется на основании введенных данных. Если условие выполнено, условие применяется. Если условие не выполнено, не применяется. Спонсором данного видео является Университет Алексея Полянского. Под видео и в закрепленном комментарии вы найдете ссылку на бесплатный урок. Также вы можете найти нас в Яндексе или Гугле. Просто введите в строку поиска «Университет Алексея Полянского». Обучение поможет вам стать лучшим экспертом по Excel в своей компании. Обещаю, вы не пожалеете. Чтобы применить условное форматирование, нам нужно зайти на вкладку «Главное». Там мы найдем условное форматирование. Для того, чтобы применить правило, нам необходимо выделить диапазон ячеек, которому мы его будем применять. Например, к количеству позиций в чеке применим условное форматирование гистограммы. Условное форматирование. Выберем гистограммы. Тут различные цвета. Есть сплошная заливка, градиентная. Выберем та, которая нам больше нравится. Правило применено. Теперь при изменении значений у нас будет меняться и заливка. Следующий вид условного форматирования – это цветовые шкалы. Давайте применим его. Выделим диапазон. Условное форматирование. Цветовые шкалы. Выберем то, которое нам больше нравится. Например, такое. Правило применено. Если нам необходимо, чтобы наименьшие значения были выделены темным, а наибольшие наоборот светлым, выделим диапазон. Зайдем в условное форматирование управления правилами. Двойным щелчком зайдем в формат. И выберем значения. Для минимального значения выберем зеленый. Для максимального значения выберем светлый. Нажмем ОК и ОК. Таким образом мы изменили условное форматирование. Давайте посмотрим, как работает набор значков. Выделим диапазон. Условное форматирование. Набор значков. Выберем те, которые нам больше нравятся. Например, такие. Для того, чтобы их изменить, мы можем также зайти в условное форматирование и управление правилами. Нажмем двойным щелчком на формат. И здесь выберем стили значков, либо сами значки. Если мы хотим, чтобы они имели другие цвета. Например, выберем такой и белый. Нажмем ОК. И еще раз ОК. Форматирование применено. Если нам необходимо поменять направление значков, мы точно так же выделяем наш диапазон. Заходим в условное форматирование управления правилами. Двойным щелчком на формат. И здесь есть обратный порядок значков. Нажимаем ОК. Значки расположились наоборот. Нажимаем ОК. Еще раз ОК. Если мы хотим выделить даты, которые больше определенной, также выделяем диапазон, условное форматирование, правила выделения ячеек. Нажмем Больше. Как определилось больше седьмого, здесь мы можем менять дату на любое из чисел. И так, чтобы у нас выделение срабатывало. Если цвет заливки нам не подходит, мы можем ее изменить. Развернем. Выберем либо из предложенных здесь, либо зайдем в пользовательский формат. Нажимаем. Можем сделать заливку. Например, зеленого цвета. Нажмем ОК. Еще раз ОК. Правило применено. А что если нам нужно выделить первые три наибольших значения и три наименьших значения? Для этого выделим диапазон. Зайдем в условное форматирование. Правила отбора первых и последних значений. И выберем первые десять элементов. Нам нужно не десять, а первые три. Выберем пользовательский формат и темно-зеленый цвет. Нажмем ОК. ОК. Для того, чтобы выбрать три наименьших значения, также выделим наш диапазон. Условное форматирование. Правила отбора первых и последних значений. Последние десять элементов. Нажмем цифру 3. Выберем пользовательский формат. И сделаем светло-зеленую заливку. Нажмем ОК. Давайте определим наличие и отсутствие карты лояльности. Подсветим те строки, в которых значение стоит нет. Условное форматирование. Правила выделения ячеек равно нет. И зальем пользовательским форматом. Нажмем ОК. Допустим, нам необходимо выделить ячейки, которые содержат слово город. В таком случае выделим диапазон. Условное форматирование. Правила выделения ячеек. Текст содержит. Содержит город. Пользовательский формат. Выберем цвет. Нажмем ОК. Правило применено. А что если нам нужно подсветить определенную ячейку с магазином? Для этого нам необходимо сначала создать выпадающий список. Встанем на ячейку. Нажмем данные. Проверка данных. Тип данных. Список. Источник. И выделим диапазон, который нам нужен. Нажмем ОК. Выпадающий список готов. Выберем первое значение. Для того, чтобы выделить ячейку, которая содержит выбранную нами первую ячейку, мы создадим свое собственное правило. Выделим диапазон. Главное. Условное форматирование. Создать правило. Использовать формулу для определения форматируемых ячеек. Формула наша с вами равна. Ячейка равно ячейка. Формат. Выберем зеленый цвет. ОК. И еще раз ОК. Как мы видим, у нас выделился весь диапазон. Почему же так произошло? Давайте посмотрим. Выделим еще раз диапазон. Условное форматирование. Управление правилами. Двойным щелчком нажмем на формулу. И увидим, что ячейка B26, закрепленная, всегда сравнивается с ячейкой J26. Для того, чтобы сравнение ячейки шло последующее, нам необходимо снять закрепление с ячейки B26. Нажмем ОК. И еще раз ОК. Теперь увидим, что ячейка у нас выделилась только одна. Давайте проверим на других ячейках. Выберем академическое, протиславское. Отлично. А что если мы хотим, чтобы выделялась не одна ячейка, а вся строка? Давайте настроим такое правило. Выделим диапазон условное форматирование. Создать правило. Выберем использовать формулу для определения форматируемых ячейок. И пишем равно автозаводская равна протиславской. Сразу помним, что нам необходимо убрать знак доллара перед строкой. Выберем формат. Светло-зеленый. ОК. ОК. И видим, что у нас подсветилась строка. Проверяем. Выберем другую строку. Да, все работает. Для того, чтобы посмотреть, какие правила применены на наш лист, зайдем в условное форматирование управления правилами. И выберем этот лист. Мы увидим все правила, которые применяются к этому листу. Здесь мы можем удалять ненужные нам правила, изменять правила или создавать новые. Также, если нам необходимо убрать все форматирование с листа, мы можем выделить лист, условное форматирование, удалить правила и выбрать либо с выделенных ячеек, либо со всего листа. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня!